Ну что, групповая стадия практически завершилась. Осталось посмотреть всего одну запланированную серию на втором канале. Матч между Xtreme и Shopify. Матч, который может хорошо повлиять на результат обеих команд. Для этого им достаточно сыграть в ничью. Но мы постараемся как-то скрасить этот просмотр. Надеюсь, игра получится крутой. Надеюсь, что команда понимает, за что борется. Там параллельные матчи уже идут. Мы пока не знаем, как они складываются. Поэтому смотрите их тоже параллельно. Возможно, уже эта встреча даже ни на что не повлияет. Есть определенные вероятности. Возможно, да. Если вдруг кто-то из пары Tundra, Secret... Вернее, Tundra где-то проиграет карту, например. То тогда им может не хватить. Короче, действительно, я вот смотрю. Tundra проигрывает одну карту, и все команды определились. Правильно? Ну, а если Tundra 7-7 и Spirit 7-7, например, тогда... А, ну, то есть, короче, если Tundra проигрывает, то этим командам, которые мы будем комментировать, ничего не угрожает. То вот трем первым командам, да, ничего не угрожает. Которые Aurora, Shopify и Extreme. Мы видим, что у них все прекрасно. Они первую строчку делят. И действительно, им стоит бояться только, если Tundra 2-0 закрывают. Ну, Secret на них тоже никак не влияет. Или Spirit карту проигрывают, по-моему. Или Spirit. Или наоборот, Spirit, если 2-0 закрывают, то там уже... Тоже немножко опаснее становится. Ну, ладно. Что думаешь вообще по силе двух коллективов, Shopify и Extreme? Кто бы, наверное... Ну, мало кто предиктил бы Shopify такую высокую строчку в данной группе. Хотя Shopify иногда славится тем, что стреляют в группах, а потом особо из себя ничего не представляют. Но вот ты как вообще за эту команду? Ну, я когда-то болел за эту команду. И я считаю, что их выступление пока не может не радовать. Я думаю, что они где-то даже выше головы прыгнули. Хотя, опять же, почему так нужно думать в тот момент, когда мы с ними, по сути, не знакомы? Мы их видели в квалах, этот новый состав. По исполнителям там все в полном порядке. Я, Паш, крутейший мидер, да, со своими какими-то фишками. Артизи суперлегенда, который все еще может выдавать крутые карты. Но остальные игроки, возможно, еще не такие звезды, но стремятся к этому. Хорошая команда, лучшая команда Северной Америки, как мы понимаем. И на этом турнире еще есть группа, и я считаю, повезло. Учитывая форму Liquid, да и в остальном там нет грандов. Там есть Spirit, Liquid, которые провалились, Extreme и все остальные. И так уж получилось, что среди вот этой категории команд Shopify оказались одними из лучших. Что касается Extreme, мне очень нравится, как они играют. Это одна из самых интересных на групповой стадии команд именно по драфтам. Сколько раз они брали очень необычных героев, как исполняет XenQ. Одно удовольствие смотреть за XenQ. Что бы он ни делал, он постоянно что-то крутое и зрелищное делает. И в этот раз мне Nix его, например, очень нравился. Две карты он на нем уже отбегал, если не больше, остальные не смотрел. Так, давайте перейдем к тому, что я вам напомню для начала про розыгрыш. Делайте три ставки на винлайне. На телегу подписывайтесь, винлайн и спортс. В комментариях, в закрепленном посте пишите свой винлайн ID. В принципе, все, вы участник розыгрыша. Наслаждайтесь игрой, остальное за винлайн. Ну, а мы будем наслаждаться сейчас драфтом. И надеюсь, что это веселое увидим со стороны Xtreme. Shopify снова играет через Бэтрайдера. Там Mars. Пока все по медь, да? Абсолютно. Да, снова FP Mars. Это прям такой стандарт, стандартный, как бы это ни звучало. Мирану банить не стали, но отбанились. Shadow Demon довольно-таки тоже сильного героя и популярного для Shopify. У Shopify еще очень сильный Рубик. Они пикали его 5 раз, 8% винрейта. Но тут, наверное, уже Рубика нет, только Бэтрайдер. Если только Бэтрайдера не флексить. Ладно. И, кстати говоря, пак ни в пиках, ни в банах пока что. Я продолжу за этого персонажа, скажем так, гнуть линию. Может быть, Shopify его сейчас уберут? Если же нет, то там на даблпик могут его получить. Может быть. Но пока просто брать пака, когда ты не видишь практически никого, наверное, нет смысла. Хотя герой такой универсальный. Ну, а потом ты можешь не успеть. Там же 3 пика, и к последней стадии драфтов он не факт, что добирается. Просто есть же какие-то закрывашки на пака и по игре, и на линию. Ну, вот Templar, кстати, в бане уже, которая хорошо и против него линию стоит. Тинни неплох, вроде как, против пака. Там, Войтспирит какой-то снайпер, но это все все равно такое. Вот, когда мы смотрим на минрейт пака. Ну, кстати, сами экстримно снайперы переезжали пака. Угу. Долго думают, шапики, насчет просто вот бана во второй стадии. Он у них один, поэтому действительно есть над чем задуматься. Интересный бан. Ну, типа Бэтрайдер есть, да? Сладко часто против Бэтрайдера стоят. На Титане они вчера играли. Очень сильный Титан у них получился. Тоже две игры, тоже 100% мидрейт. Ну, за последние, там, игры в рамках вот Дремлиги конкретно. На турнире, да, они себя хорошо... Луна у них тоже еще сильна. Ну, пока рано, наверное, говорить про героя для Артизи. Можем подумать насчет дублпика Экстрим Гейминг. Хочется мне лично увидеть еще раз фантомку от Амы. Вот он три раза ее пикал. Всегда это были билды через брошку. Такой нестандартный билд через брошку и Филактерию с Кандой на фантомку. Ну, пытается он как-то этот билд продвинуть в массы, скажем так. Паблики наши. Поздравляет Феникс. Феникс Марс. Очень сильная драка уже. И Мирану себе забрать. Сразу же. Ну, по приколу. Чтобы не контрпикнули. Как-то маловато будет становки. Таких вот именно надежных. Но в целом, да, чтобы яйцо не ломали, можно забрать. С другой стороны, есть еще и другие герои, которые могут яйцо сломать. Поэтому, может быть, не стоит настолько именно упарваться в это. Какого-то добрать стабильного героя со станчиком. Пока что появляется в РК. Это флекс-герой. Но у них Синкью очень сильно играет на ВР. Все равно проблему с Суперновой нужно решать. Либо Мирана, либо Снэмфайр обычно берется. Либо герой Керри, который хорошо работает. В плане скорости атаки. Клук пока добирают себе шопики. Они, кстати, вчера Феникса от Спирит вивером закрыли. В том числе. То есть там Разор был и Феникс. И Лайфстилер. Там Вивер. Как нужно, залетел. Ну так, если говорить про Керри. Вот Луну я упоминал. Свена еще пикали. На квалах до мейн-ивента они очень любили брать для Артизи Арквардена. Сейчас герой подвыпал. Его подрезали немного. Может быть, опять-таки возьмут. Мы видели одного Арка сегодня уже с тобой. Но лично у меня веры меньше стало в этого персонажа. Так. Мидер и Керри. Герои для Япажа и Артизи остаются. Пак. Пак для Shopify прямо сейчас, например. Ну хотя есть Конка, но Конку можно же на три поставить. Ну у них на три он и стоит обычно. Ладно, пак не берут. Что скажет Экстрим? Насколько здесь очень хороший выбор Тир Блейда. Вот его есть чем кайтить, есть чем сжигать. Ему придется... Нелегко, если вдруг ВР-ка там коровая станет. Ну а даже если четверка, в любом случае... Да и плюс его сейчас могут подзакрыть каким-то еще кор-мачапом, типа вот Войда. Очень сильная драка, Экстрим вырисовывается. Не знаю, мне прям супер нравится пик китайского коллектива. Мне тоже. Я вижу, как они легко достаточно в Лейте побеждают. Возможно, линии не такие сильные получаются. Все-таки Лайнинг, стадия, мне нравится больше у Shopify. Вообще, Титан Террор Блейд. Сложно против этого стоять. Вы не можете доминировать на такой линии зачастую. А там Кунка Бэтрайдер тоже, да, мощная линия против Войда, который не про атаку совсем, он про то, чтобы потерпеть. Минус Энигма, минус ОД. Знаешь, Лайнинг, да, но все же лично для меня вот две эти команды, они немножечко разного уровня с точки зрения того, что я рейчу Экстрим повыше. Но если мы смотрим там турнирную таблицу, да, эти же группы, так вроде бы и нельзя говорить по результатам Shopify. Они молодцы, безусловно. Но я думаю, где-то личное исполнение Экстрим зарешает, что линии пройдут либо гладко, либо в целом не очень плохо для Экстрим. И они спокойно доведут уже игру до тех стадий, в которых они будут сильны. Ну, кстати, все еще пак, да? Да. Наверх. Да и наверх, и вниз, я не знаю. Я и туда, и туда вижу его. И баны-то такие. ОД Лина. То есть стоят с паком легко. Ну и со спиритами тоже стоят. Двадцать третий Экстрим. Они будут брать первыми. Ну что, по контролю на паку от Лассо. Все, да, Эксмарк. Насколько легко там Кунки будет ловить. По сути, только Лассо. Если сейчас банится какой-то контр-пик паку, условно, там, Тинни, Войт Спирит или Снайпер. Ну ладно, Снайпера я тут не особо верю. Тинни, Войт Спирит. И добирается пак. То у Экстрим прям конфетка. Но не решили запретить Ликана, интересно. Хороший бан. Ну, потому что играли в Shopify уже, а здесь Ликан... На темп. Против Войда. Ну, это тоже круто. У тебя темп сумасшедший. Он линию стоит элементарно против Войда. И они уже как раз Войда побеждали на Ликане. На всякий случай. Они думают, что Батрайдер может пойти в мид. Или Кунка, неважно кто. Ну, Кунка, да. Кунка до сих пор возможен. Снайперы берут себе экстримы. Снайпер тоже сильно. И они этим снайпером как бы закрывают пака инста. Тут тоже вопрос. Сейчас и прыгуна какого-то хочется взять. Чтобы доходить до снайпера. В то же время в Лейте там уже так страшно снизу. Что думаешь, какой герой может появиться сейчас у Shopify? Я не знаю. Я реально не знаю. Мне пока не нравится здесь даже никакой спирит. А у них очень мало времени. Они быстро сейчас покажут нам героя. Это Найт Сталкер. Кунка, наверное, отправляется на центральный коридор. Это круто. Ну, конечно, Кунка в миде против снайпера просто стоит, да, там, кое-как. Снайпер-то тоже на фрифарме будет там. Найт Сталкер это как минимум интересно. Найт Сталкер это хорошо... Во-первых, начнем с того, что Найт Сталкер хорошо стоит против Войда. То есть Найт Сталкер плохой лейнер, но Войд это не тот, кто может его отогнать в паре с Фениксом. У вас там Бэтрайдер, Баланар, они стоят легко. Значит, Баланар к первой ночи с нормальным количеством денег подходит. Ко второй, соответственно, скорее всего, тоже. Это про Льгун. До БКБ Войда Войд беспомощный против Найт Сталкера. Снайпера ты ловишь всегда по игре. Вы же можете с Бэтрайдером такую грязь устраивать, нападая вдвоем первыми. Найт Сталкер круто. Мне нравится Найт Сталкер. Возможно, они Кунку не хотели изначально мид ставить. Я уверен, что они не хотели Кунку мид ставить изначально. И чтобы Соберлайт сыграл, как вчера. Но вот этот снайпер заставляет уже изобретать. И благо Кунка это флекс-герой. Это на Найт Сталкер. Мне нравится. Я помню, комментировал одного на этом турнире. Там играл, кстати, против Экстрим и против Войда Майнд Контрол. Провалил вообще в салат игру. Это вот пока он еще был на турнире. Потом от него команда отказалась. Если Соберлайт сыграет просто чуть лучше, то я допускаю, что Shopify могут это даже выиграть. Ну, либо хотя бы задоминировать, а потом проиграть в лейте Войду, как это делают очень многие. Смотри, по драфту 57 на 43 прогон предикшн дает все же, да, на Shopify Rebellion после того, как появился Найт Сталкер. А вот по общему прогнозу, очень-очень-очень ровненько. 51 на 50. Ну, в общем, да, как-то так. Ну, наверное, 50 на 50 все же лучше считать. И коэффициенты от наших партнеров Winline. 2.20 на шпифа, 1.65 на экстрим гейминг. Сейчас в чате будет 101%. Я, короче, хотел бы, чтобы Найт Сталкер проявил себя. Всегда нравился этот герой. Лейт мне нравится справа больше. Надеюсь, шпифа и хотя бы зададут хорошее начало и попадаются. Давай смотреть. Игра суперинтересная. У них положение в группе суперинтересное. Ну и будем не забывать еще там как-то подглядывать одним глазком, наверное, на параллельные матчи. А пока что XenQ славил первые от Терраблейда. Китрак вернулся к себе духа, бьет XenQ. Тут сразу же Виндран нажимается. По рунам 2.2. Без каких-то особо прям, не знаю, агрессивных моментов. Просто разобрали руны и расходятся по лайнам. Центральная линия любопытная. Снайпер против милишника. Который должен, по идее, все равно качаться за счет Тайт Брингера. В топе Найт Сталкер. Вэтрайдер линия не слабее, чем Войт плюс один. Ну а снизу Титан обеспечивает комфортный лейнинг. Ну тут ты же понимаешь, да, тоже, что ключевой герой вообще Найт Сталкер. Самый ключевой. Терраблейд, ну, парейд кликает. На Таун и на Ласт Пике, да, нужно очень много будет делать. Здесь Сайберлайту по игре очень много опций закрывать. Находить правильные таргеты. Ну и чтобы команда под него тоже играла. Иногда там, если ты не очень хорошо чувствуешь команду, ты улетел куда-то, прыгнул на пал, а тебе помочь не могут слишком далеко. Или еще что-то такое может происходить. В общем, да, Сайберлай, тебе большая ответственность. Большая сила и большая ответственность. Это правда. Я, на самом деле, не особый фанат Сайберлайта как игрока. Ну это с давних времен, так скажем, продолжается. Но я не могу не признать, что он очень вырос за последние два года. Как игрок. И переход в свое время к этому стаку Артизи пошел ему, безусловно, на пользу. Он поиграл на тир-один уровне, много на каких-то турнирах побывал. Действительно, стало смотреться значительно лучше. А сейчас так уж получается, что он вообще один из самых опытных в своей команде. Не по времени игры, а по времени игры вместе с Артизи под руководством Бульбы. И он же превратился в того игрока, который может игру на себя брать. Ну где-то тут может возразить Торонто Токио, а так в целом, да, Сайберлайт красавчик. Будем ждать от него хороший перформанс. Там Курьера подрезали, убили бэнд, по-моему, Аме. В целом, очень спокойные линии. Нужен левел, чтобы что-то делать, чтобы как-то агрессировать. Скоро третья минута, нужно будет контролить лотосы. По крипам видим, что достаточно все средненькое. Никто не ворвается вперед, никто не страдает. Слип, стан на X-Excess. Чуть-чуть пробили его, гранату кинули X-Excess в спину, тычкует своим степлером Тайтхантер. Ой, Тайтхантер, извиняюсь. Конечно же, Титан. Ну и, в общем-то, идет дальше. Артурка, X-Excess тоже немного побил. А кто лотос взял? Ты ж не понял, там одновременно прожались кнопки. Ну, видно, что битый герой X-Excess. Посмотрите, Марса все-таки добили, Артизия. ФБ для Артура. Очень хорошо. Это очень важно начинать круто на керри, когда ты играешь против даблы, которая потенциально может тебя убивать. Но здесь Титан. Титан это еще не зомби, но где-то рядом. В плане защиты. Да, такая нянька, которая разменивается с удовольствием с любым там, даже оффлейнером, не то чтобы саппортом. Просто из-за большого количества урона. Везет себе много предметов. Китрак. Курьером. Нужны будут расходники, чтобы дальше продолжать размениваться. Рейндропы там тоже будут. И вот сейчас опять нападают на X-Excess. X-Excess подблочили немного иллюзиями. Отступает он. X-NQ вкинул повершот. И смогли быкополучно отойти. Экстримы, тем не менее. Марс, ну так, страдает уже по крипам немножечко. Начинает отставать. Из-за всего происходящего. Он к ним не подходит. Назовем это своими именами. Он практически не добивает их. А вот Найт Сталкер-то стоит нормально. Столько же имеет крипов, сколько и Void. И Нетвордс тоже хороший. Главное сейчас дождаться... Первой ночью. Во-первых, ночью. Во-вторых, первый артефакт. Он на Фейсбут себе купит. И тот же Феникс, например, даже на Эккордайве не уходит. Ксинки у тем временем погибает. Второй фраг для Шапифай. Радиент-ботом-таверка под атаком. Ну что, линии действительно стоят пока. Чуточку лучше Шапифай Ребелион. Особенно нижнюю линию доминирует. Ночь наступает. У Найт Сталкера, правда, половина хп. Не самый лучший запас хеллспоинтов для того, чтобы как-то агрессировать на линии. Возможно, стоит где-то захилиться. Есть тангусик и есть лотус. Ну и пачка на него идет. Он пока не планирует нападать. Фейзов еще нет. Есть фарма тут много под вышкой. Надо качаться. Бетик тоже, к слову, уходит в леса и подкачивает вражеские там периодически при помощи фрифлая. И сейчас ночью он ведь может стаки спокойно делать. Найт Сталкер здесь точно не умрет. Только если его загангает кто-нибудь. А кто гангать-то будет? Снайпер, что ли? Нет, наверное. И я бы тоже отметил, который снайпера пока переигрывает. Иксэм уже на этом турнире играл. И обычно он переезжал. Любого соперника. Именно на снайпере. А здесь смещение в центр. Под шестой уровень кунки. Будет нападение на Иксэма. Телепорты какие-то нужны. Эликор взлетает. Крест корабль пошел. Попытка разменяться хотя бы с Беттиком. Но снайпер здесь умирает. Иксэм все-таки погибает. Да, Ксинкью пришел на помощь. И Дивай рядышком. Ситуация 3 в 3. Телепорты добили. Дальше Дивай. Дивая тоже можно добивать. Ксинкью очень битый. Но даблкил зарабатывает Дивай. Тяжело. Тут в моменте оказалось Шпфарибелли. Он под птичками. С Дивайом сражаться. Ну классно ответили экстримы. На килл своего снайпера. Хоть как-то разменяли. Хотя снайпера все равно терять не хочется. Собирлайд Сайлунс нажал на Войда. Пытается просолировать его. Но нет. Понимает, что лучше отступить. У Аморигены кончились. У Сайберлайта вроде бы там еще есть Феррик. А, Лотус. Даже лучше. Даже лучше. Седьмая минута. Пора собирать Виздом руны. Как ты говорил, стакает Бэтрайдер двойку. Может в теории сам потом зафармить или отдать кому-нибудь при необходимости. Ну а к Синкью возвращается после Виздом руны хилиться на фонтан. Я думаю, тут важно Бэтрайдеру выформить Блинк себе побыстрее. В этой игре Блинк Бэтрайдера особенно ценен. У тебя много целей, которые ты хочешь зацепить в самом начале. Снайпер номер один. Войд, да там каких-то защитных слотов тоже. Да и Фениксов спокойно можно убивать. В общем, выбор большой достаточно. Занятно, что все три параллельные серии уже доиграли. Но счеты называть не буду. Серии прям целиком. Ну, не-не-не, извини, да. Первые карты, конечно же. Вот, первые карты же завершены, а у нас только восьмая минута. Так, 6-го уровня Сайберлайта. А у нас есть тем временем еще один интересный факт от Дота Дворо. За всю свою карьеру Артизи так и не одержал победу на турнирах от Valve. Данная отметка может никогда не покориться керриш по Rebellion, ведь Valve еще не анонсировала ни одного собственного события после отмены DPC. Это моя личная боль, если честно. Я всегда болел за ЕГЭ, пока они существовали. Так, давайте дорасскажу, потому что нападение у нас на Войда. Не знаю, как-то не по шансам. Снайпер приходит, и ликор точно минус. Пытается Соберлайт отвлечь внимание на себя, но никого здесь убить пока не может. Классная перетяжка от Extreme, и они своих в обиду не дают. Так вот, самая боль, это как раз тот самый финал мейджора против IG, помнишь? Где вопросительный знак был легендарный. Вели в серии 2-0. Заходили на хайграунд на третьей карте. Это какой год? Это получается три года назад уже. По-моему. Я, наверное, смотрел, но он еще не так пристальный. Ну, короче, ЕГЭ играли с IG, заходили на хайграунд на третьей карте в бою 5 в финале, ведя 2-0 в серии с Разором Керри от Артизи. Проиграли ту драку. Затем был легендарный вопросительный знак в чат, и китайцы закрыли тот финал 3-2. А потом был еще один финал подряд. И там уже проиграли LGD. Разгромно. Но вот этот финал с IG, это, конечно, самое... Сахарона ставится. Подожди, извини, Санраи нажали. И сбивают Саберлайта. Саберлайта забрали. Вырывается вперед потихоньку. Экстрим по киллам. Тут же подловили еще и Верку. Ну, Верка старается отступить, но Тайтбрингер ее добивает. 4-4 счет. Равные размены, и под активную руну стоит. Кунка ждет появления руны, надеется, что она будет в топе. Низ тоже контролируется, там иллюзии. Бэтрайдер чужие стаки пытается выформить. Хм. И хочется, да, здесь поластхитить, и в то же время... Страшно. Да, рядом кто-то может оказаться. Артур уже подключается к команде, и с метаморфозой просто бьет медвышку. Как раз приходит Катапульта. Есть прокаст у Кунки. Отступить решили Шпифа Ребелион. Саберлайт тоже фарфит, у него есть ночь. В принципе, у Шпифаев много вариантов, под что поиграть. Они могут и пойти на топ всей команды, кроме Артура. Напасть на вышку, пробовать забрать войд, а тут ставится арена. Пока что на Артизии. Супернова также ломать нечем. Артур один, и прибивают Артизии к арене. Дивай взрывает яйцо, не успел тут ничего сделать, уже Артизия, и он погибает. Он и Сандер не качал. Да, да. Просто в моменте в конце он так руками подергал. Чувствование было, будто бы вот сейчас скачает Сандер и попытается нажать, но нет. Да, скиллпоинта не оставалось. Попытка забрать вышку от Экстрим. В центре япаж пока не занимает своими делами, он хочет допушить мид, но там снайпер. Китрак, снизу. Еще один крип у него будет шестой левел. Товер в топе падает у команды Дайер. Отдают они вышку, при этом шпифай свою дефают. Но я думаю, все устраивает. Китайский коллектив, они делают киллы, они качаются, они знают, что... В общем-то, им нужно время, не влить, они очень сильны. Пока не спешат и не подставляются под лишние какие-то до киллы, драки не нужны. Блэдмейл летит для кунки. Левел 10 также у него вот-вот будет. Снайпер делает быстрый агоним. Иксэм, опасность, на лассо его подвезли. Корабль юзается, Иксэму нечем помочь, как будто бы на торрент он попадает. И да, Иксэму забирают, летит дальше Сайберлайт по Т2-вышку уже за ВР-кой. Надо какая-то помощь, но вряд ли он сможет ее добить. Шекл на развороте, ее паш здесь. Здесь Сайберлайт преследует Ксинкью, но Ксинкью уже далеко, хотя Сайберлайт пытается догнать, но нет, нет, нет. Слишком далеко, нельзя рисковать за ВР-ку и потенциально можно умереть. Что-то даже скорости бега не хватает, чтобы ВР-ку догнать, там Войт в нее еще один кинуть. Там вторая пассивка, по-моему, только у Найт Сталкера. Ну и подвышку, конечно, опасно. Тем не менее, это убийство Снайпера. Вышки тоже в центре не осталось. Войт, безусловно, качается, Кунка первый Нитворс, но Кунка здесь не может выиграть игру, здесь выигрывать должны другие. У Снайпера последний Нитворс, это может радовать команду Шпифай. В целом, при равном счете 5-5, 2 калида за Шпифай Ребелион. Сайберлайт без ночи, об этом прекрасно знает Аме. Он может поставить Хрону, ставит Хрону, бьет, башки, башки нужны, башки, нет башков, как-то так вот и повезло. И помощь, помощь пришла и потратил прыжок Аме, уже ему не хватает урона, Апаж. Уже здесь. Войт прыгнуть сможет только через 5 секунд, Аме здесь должны раскайтить и дождался Сайберлайт поддержки. Не бросили его. Вот это таймболк, это критическая была в моменте. Ты видел, насколько он прыгнул, да? Да, да, там миллиметр. Пользуются временем этим командой Экстрим, чтобы хотя бы вышку снизу добить, хоть что-то сделать. Но в этот момент уже 3 калида за Шпифай, Мекки Трак ставит агрессивные варды. Син-Кью делает себе Мекку. Такой необычный билд на Верку, наверное. Кроме для меня стоит Супернова. Бьют эту Супернову Япаша Китрак, но не могут ее пробить из-за фаерспиритов. В итоге отступают. Супернова взрывается. Летит дальше Дивай за Китраком. Китрак. Получает еще Син-Эйт. А, мы тоже рядом. А, мы опять Тайм-Волк. Китрака добить надо. Дивай в итоге... Китрака добила. А, мы-то могут вернуть. Осторожно. Лосос снова. Отлично, Шейкл. Прыгает, но будут все равно гнаться за Ами до конца. Больше прыгнуть он не сможет, если получится просто пару ударов нанести. Но Иксэм подошел. Иксэм подошел, это очень важно. Да ладно, неужели хватит? Хватит Япажу и прилетел Найт Сталкер. За Иксэмом нужно бежать. Атак спида нет. Ха-ха, Феникс. Суперлайт должен погибнуть. Дивай очень битый. Серия разменов у нас происходит. Продолжает Иксэм настреливать по Япажу. Никуда не может деться, кунгам старается, старается выйти. Ты пришел. Иксэм просто... Ох уж, это утка, которая постоянно крякает от Иксэма. Слушай, у Войда две смерти абсолютно ненужные, причем очень так... В один тайминг буквально, две смерти подряд. Это сильно его по Нетфорсу спускает вниз. Надо собраться. Да, мы. Кунг в это время делает себе Блэк Кинг Бар. У Дивай через 30 секунд откатывается в Супернова. И он собирает себе Ротов Атос. Ну, а на топе, возможно, будет какой-то момент опять. Иксэкс с даггером прыгнул. Артези нажимает и паунт. Тут есть Шеклд Ксинг Ю. Конечно, не хотят пускать Артези. Далеко зашел Артур. Команда бежит. Он пытается выбежать. И Феникса, в первую очередь, нужно убивать. Дальше погоня будет за Ксинг Ю. Ксинг Ю. Виндран не скоро. Лассо, возможно, даже зря. Потому что рядом есть ХМ. Пригвоздили Найт Сталкера. ХМ просто расстреливает. Где-то Кунка дает прокаст Снайпера. И корабль тоже на какое-то время задержит. Но что-то как-то плохо. Все для Шипифа. Я смотрю, как Снайпер стреляет. Вы взяли Найт Сталкера. Найт Сталкер до Снайпера не доходит. Тут классно ворвался Ам. Вот тут он уже помог своему коллективу. Поставил хрону под воем. И Снайперу из-за этого, скорее всего, не добежали. Герои не смогли под прокаст Кунки помочь его забрать. Отвечают. Китайский коллектив на выпады оппонента. 9-10 счет. В целом, игра в нуле. Но это 0 в пользу Дайер. Потому что они не на таймере. У них очень сильные леют герои. И очень сильный тимфайт. Барабаны пока что собирает себе Элдер Тайтан. Молнии скоро будут у Фейслес Войда. Ждем очередной замес. Шипифай вряд ли пойдут куда-то первыми, пока у них на кулдаунах ультимативные. А вот под арену Марса и под Супернову могут опять нападать экстримы. Феникс. С другой стороны, ночь не в кулдауне. Диуай. Прямо на Икарусе его сбили, застанили. Ну и такой вот маленький солдков нашли на Диуае. Атос у Феникса. Это тоже ведь опция против Найт Сталкера. Ты его видишь, ты его останавливаешь. И он не может нормально подойти. Так, с 8-тысячной Творца на Снайпере. Он подкамбэкал после не самой удачной линии и постоянных гангов на него. У Кунки вот-вот появится Блэкинг Бар, очередная руна. И на этот раз это ускорение для Кунки. В Смаке и Экстрим Гейминг. У них все ультимативно изряжены, кроме Суперновы. Они, возможно, видели на Варде Найт Сталкера снизу. Да, пингуют на него. Сиберлайт не подозревает. Ну вот на аренах копьё выжигают с Анреем. В общем-то, очень много дэмэджа. Конечно же, Сиберлайт в таверну отправляется. Чем дальше, тем сложнее ему будет без БКБ. Он его, конечно, собирает. Однако... Не успеет, например, до конца ночи это сделать. Войд качается, Войд приближается к ТБ. Там разница вообще никакая осталась. На её паже БКБшка есть. Не руна ускорения. Может быть, как-то под него нажать Смаки и попробовать на Экстрим. Смаки напасть. Опять-таки сделать какой-то соло пиков, пока его противников тоже нет БКБ. Артурка качается. Вот он смог. А что у Батрайдера? Нетферста у него большой. Бетик... Бетик с даггером с форсом уже. Ого-го. Вард ставится. Видно. Ксен Кью не самая лучшая цель, но хоть какая-то. И плюс это килл под Т2 вышкой, который ещё надо сделать. Пока что под Виндраном бегает Ксен Кью. Ксен Кью. Шекл нажимает, как же он долго живёт. Но времени выигрывает достаточно. Мекку нажал. Ещё Виндран. Ксен Кью. То, что все руками бьют, да? Сейчас ТБ ещё забрать. Суперновую было бы забавно. Нет, Артизи выживет, однако... А, Синейт? А, ну это по Батрайдеру. Остальные были неподалёку. Квест убить ВР-ку. Сложный квест, пока что, для ШПФ. Но сделали его. XXS тоже фармит себе Блэкинг Бар снизу. Сюда Артизи переместился. Монта ставил, если у него... Делает дальше Сатаник. Нацепили на Лассо. Прямо XXS. И ещё и Сандер имеет. Царину поставил XXS. Но тот отправляется в таверну. Молодец Батрайдер. Находит нужные киллы для своего коллектива. Апаж с БКБ. Дальше агоним. Ну, классический нынче Кунка. Даже не знаю, неужели ШПФай не планирует закончить эту игру пораньше. Я думаю, что вот БКБ на Найт Сталкере и всё, и пора. Вы можете пропустить момент. Наверное, да, что-то нужно будет делать. Ну и под Рошана. Под Рошана тоже стоит поиграть. Если Айгис появится на Ортезе, то уже проще станет играть. Ассинейд полетел опять Батрайдера. Снайпер дальше делает Секанду. Китайский коллектив пока что нападает на Терментора своего. И кому-то сейчас достанется Шард. Для XenQ. Приятно. Но и у Феникса Шард очень крутой. На топе убивают XenQ. Матрак, видимо, побыстрее с ним справились. Матрак, видимо, побыстрее с ним справились. Матрак, Слову, Шард закупил. Так, в нуле затягивают экстримы. Все дальше и дальше. Смог нажимает экстрим гейминг. Под 20-ю под Рошана. Хотят найти тут какой-то пиков. Но самим просто начинает нападать на Рошана наверное не лучшая затея или что? Или пойдут? Заходят. Не боятся. В этот момент не читают сейчас шпифая. Может бояться. Светан подсветил. Днем просто подойти. Возможно. Но ультимативно нету Night Stalker. А потом он прыгает в рулации. Демдивай остановит. Полетел Беттик, банку кинул. Но и тут находят этого Бэтрайдера. Забирают и Аегис для Амы. И еще и Бэтрайдера на сладенькое. Скажем так. Как-то халявно получилось. Надо такие моменты читать. Безусловно. Ночь искусственная была в КД. Обычная тоже еще не скоро. В БКБ все еще нету Соберлайта. Непонятно что теперь делать для шпифая. Когда они и Аегис забрать не могут. И у противника эта гида дополнительно сдерживает какие-то активные действия от шпифая. То есть просто качаться. Пытаться искать пиков вне Войда. Трудно. С каждой минутой все труднее. Кенигс шарф себе докупил. Да, будут терпеть. Но БКБшка летит на этот сталкеру. Вот то, чего мы хотели увидеть. Насколько она сильно ему поможет. По идее должна. Если не БКБ, то ничто уже не поможет. В принципе. Можно даже подождать пока Аегис закончится. Хотя ночью, я думаю, надо искать. Надо искать киллы. Ждет Сиберлайт. Может быть хотел напасть. Просто ВР-ку как-то жалко. БКБшка уже и у Амы появилась. Дальше выходит Мьюльнир. XXS. Интересно. Отпрыгивает отсюда оба Трайдер. И Аганим на Кунке. Тоже сильный артефакт на тимфайт. Есть и БКБшка, и Аганим теперь у Кункевича. Войт. Ворвался. Кунг себя на X-марке вернул. Сразу же Синейт пролетел Велдер Тайтона. Хотя бы вышку в меде будут сейчас экстрим забирать. Не факт, что Шипифай нужно дефать свой Тайдин Тавр сейчас на 25-й. Там у противников сильная очень драка. И БКБшки, и Аигис. Лучше сплититься. Да, Шипифай разбежались по всей карте. Максимально доджить соперника. Экстрим пошли на поиски в Смоках. Там показывался Найт Сталкер на верхней линии. И Титаны, по-моему, найдут. Амия. Увидел, но развернулся. Тираблейда появляется. Скадий стал он поплотнее. Теперь будет процентный дэмэдж с Феникса. Санрей это основной урон будет по Тираблейду. И я думаю, если получится подконтролить, то этот Санрей будет выжигать. Артуро. XSS фармит снизу. БКБшка тоже вот-вот у него появится. Лассон, бедрайдер на XSS везет к своему коллективу под торрент, под корабль взрывается. XSS без Марса будут здесь экстримы. Соло пиков и убегают Шипифай. Это позволит уже полноценно переждать Айгис. Хороший выход. И всю команду практически туда стянули. кроме Снайпера. Полезный ганг получился. Беттик тоже в планах купить Блэкинг Бар. Формирует. Ну, Ама приближается к пику силы. Когда будет Мьёльнир, когда будет 20-й левел на Войде, тут уже Войт другими красками заиграет. И без того герой сильный атак уже и Соло сможет убивать. Дивай снизу. Распушивает аккуратненько аптечками. Собирлайт. Дивай нужно добивать. Обязательно приходится нажимать ночь. Это уже лишнее, мне кажется. А смысл? Смысл нажимать ночь? Опять запускать кулдаун? Видимо, опять очередной намек, что в ближайшее время драки не будет. В это время экстримы стакаются сверху и будут добивать последнюю тейн вышку противника. Летит туда Элдер Тайтан тоже к как раз Кертизи. Но не знаю, есть ли смысл драться, по-моему, нет, тем более, что без ночи. Хоть календарная ночь еще работает, но все равно это не тот паврот. Не хотят отдавать свою визу мруну, но все-таки придется. Синкью забирает визитом. Подогнать его не хотят наказать? Экстримы рядом. Ну, пытаются, как ты и сказал. Ну, и к сексуэс готов врываться, а Ами здесь. Хроносфера ставится сразу же по Найт Сталкеру. Найт Сталкера очень быстро избивают. Там вроде бы снайперы зацепили на лассо, но нет помощи же, никакой бетрайдеру, в итоге бетрайдер также умрет. Провал для шапифаев. Тут еще и гонится за Артизи. Дивай, может Супернову поставить, Супернова ставится стан, еще один санрей, как же больно Артуру, но он убегает на ноге, зацепить его здесь не удается. Возможно, один из ключевых эпизодов еще случился. Мы увидели, насколько эффективен Найт Сталкер, да, хроносферу теперь он получает и в принципе все. Он, наверное, должен как-то не в лоб лететь, а сбоку заходить. Может тебе позволить? Ну, блин, еще какой-то нужен, чтобы нажать. он купил, он купил, он купил, он купил, но он как раз него и прыгнул. Он опередил команду, ну понял, понял, все остальные просто не успели, и хроносферу, конечно, в лоб него поставили. Да, тут скорее всего нужно делать так, что команда подходит на ноги и сближается с оппонентом, тогда уже обрывается Найт Сталкера под это все, где-то на рейнджу атаки снайпера, начинает его фокусить. Но тяжело драться, фаре Беллин в любом случае мы отмечали еще на стадии драфтов, что героев набрали себе экстрим невероятно крутых на драку. Игра затянулась. Полчаса. За полчаса против Войта снайпера надо везти по золоту. Т2 уже все возможно даже спушить. Но никак не уступать и никак не просто так Рошана подавать. Наступает день. У снайпера уже Канда, Андраган Лэнс. Делает он себе дальше Шадоу Блейд и Линкин Сферу. А Ксин Кью хочет купить Живелин. БКБ скоро будет на Тираблейде. Не знаю, насколько это ему поможет, но должно. Ян приятнее станет драться. Всех в Хроносферу я думаю не накроешь. Поэтому БКБ тоже будет эффективно. Как же отличается, да, игра вот китайского коллектива, когда ты смотришь, ну даже китайский коллектив против тех же североамериканских. И вот когда перуанцы дерутся против ОГ. БКБ совсем другая в плане темпа дота. Там боевик смотрели, а здесь а здесь детектив. Здесь какой-то психологический триллер. Ну смотри, под смоками Shopify они идут опадать, прыгают. Правда, лассо нажали в Марс, он под БКБшкой, но дэмор, что не получает XS, он просто простоял все лассо, поставил арену и под БКБшками пытаются отступить. Теперь же Shopify Амми впрыгнул, Дивай полетел дальше за Cyberlight'ом. БКБ скоро закончится у Shopify Rebellion. А у Войда есть. Он может нажать. Отступает Shopify. Опять очень хорошая в кавычках драка и опять очень полезный надсталкер получился. И опять это под Рошана. По-каршам забирается много-нука. Как они эффективно со снайпером играют. Ты насколько бы много контрпиков не взял, как бы ты хорошо против него линии не постоял, все равно если ты не можешь закончить рано игру, ты получаешь от этой парочки Войда-снайпера в любом случае. Да, так и есть. Ну и много героев, которые создают позицию для снайпера. Та же хроносфера, арена, там где-то можно подфорстаф от снайпера, где-то Супернова поставится защитная. На топе. По-моему, Китрак подставился. Да, убивают его. Минус Китрак. Стоит также напомнить нашим зрителям о том, что они имеют крутую возможность получить фрибет 3000 рублей для всех новых игроков на Винлайне. Переходите по баннеру под трансляцией и используйте промокод Парадота для того, чтобы насладиться игрой не просто визуально, а еще и с фрибетиком. Так что наслаждайтесь игрой, остальное за Винлайн. Пока Еггис у Войда. Шипифай снова драться не могут. У Войда Ленкинг сфера. При этом сейчас Шипифай уже не в том положении, когда просто убить снайпера в начале будет означать победу в тимфайте. Сейчас нет. Сейчас уже и Войд на слотах, он топ-1 на Творс. На обоих ресурсах не хватит. Топ-1 по ощущениям вот смотришь и достаточно просто все для экстримов. После стадии лайнинга уже вот один был момент, где Шипифай сильно подставились, скажем так, передайвили и теперь уже по драфту буквально все становится ясно. Хоть мы и не хороним Шипифай Ребелион, но тем не менее 7 калида на 34 за экстримами пока все под их контролем. Так, XM, команда летит, кто может, успевают снайпера, конечно, убить. и телекору нужно просто прыгнуть сейчас на блинке и сделать паут. Классный пиков, киллстрик 5 забрали со снайпера, там больше тысячи золота залутали на команду, там на двоих получается. Кардинали может быть ничего и не меняет это для Шипифай, но плюс деньги. Плюс деньги, плюс время. С другой стороны, а как это время эффективно использовать, да? Вот что дает время команде Шпэрибилю? Они просто фармят и их еще не пушат, да, но тоже никто не гарантирует им победу, если они будут фармить все это время. Герои против них влияют очень сильные. Там же Шива почти у Феникса и 18 левел почти у Феникса. Дювай заряженный. К большому то счету самого Феникса, да, как грозное оружие с ультом мы еще пока так и не видели. Две суперновы стояли за всю игру, не особо нужные даже. Ам забрал соло терментор, а Эксэму достался шар, теперь у него еще будет граната на под сейв. сейчас легко феникс с марсом скомбинировать могут это с воидом еще дополнительно. Столько условий для Дювая, чтобы он поставил супернову третьего уровня. Ну и нажимаются смоки. Экстремы идут ловить кого-нибудь, искать пиков для себя. Шноблейд приобрел тераблейд. Тераблейд соло снизу, а его команда выходит на топ в этот же момент. Руну щита подбирает себе Эксэм. Теперь он более, скажем так, армированный, больше хп. Глиф отдали, а в топе т2 уже нет. То есть получается, что могут даже подняться на хайграунд команда Экстрим гейминг. Вот сейчас они забирают т2 вышку снизу, могут рискнуть со своими кнопками пойти бить вышку на нижней линии т3. Так и поступают. Вчера, кстати, когда проиграли одну драку такую крупную поняли уже, что невозможно камбэк, просто вышли измачиваться спирит на второй карте. Вообще не исключаю чего-то подобного. Просто представим, что ТБ умирает в медомарфозе и все, ресурсов нет. даже без мета у него байбэка нет. Тем временем забрали три тавер, напали на ВР-ку, ВР-ку держат власовый, Р-ку забрали, окей, Найтсталкер ворвался, да, Эксис тоже убили, неплохо, начали Шопифай реберам, стоит хроносфера, бьют Найтсталкерам, дамаж пока не хватает, подходит Эксэм, вот с Эксэмом уже больше урона будет, но минус три героя у Экстрим гейминг, забирают и Ам, и минус четыре, вот это да. Еще и Артур подсевил своего тиммейта Сандером. Я тут теории строю, как Экстрим сейчас будет просто легко побеждать, а Шопифай говорят, вот как, только мы будем побеждать, забавно получилось, мне кажется Экстрим сами не поверили, что это возможно, так легко им все давалось последние минуты, наконец-то все сложилось. Это был байт, это была ловушка, Экстрим просто заманивали, делали вид Шопифая, что они беспомощные. Фулл камбэк, хоть и потеряли Т3, но это не страшно, теперь уже сами идут на хайграунд, воют 50 секунд, у него на кулдауне хроносфера, байбэка нет, и надо как-то отстреливаться при помощи снайпера, защищать свой хайграунд. На Шопики тоже не наглеют, правильно делают. Поломать что-то не успели Шопифай, но я думаю, что сейчас то, что они сделали и так их полностью устраивает, и там слоты появятся большие, вот как раз Кирас вон этот сталкер на подходе. Был еще такой момент, что перед тем файтом снизу убили курьера у Марса с рефрешером, но вряд ли бы там рефрешер разрешал, потому что Марса быстро стерли, но тем не менее. Да, игра становится интереснее, значительно, и самое главное, игра затягивается, уже почти 40 минут смотрим, не так все результативно, количество фрагов смотреть, как предыдущей серии, но тимфайты здесь крутые, пока шипифай вернулись, вернулись, значит, еще минут 10, я думаю, посмотрим. Может быть и дольше, 23-й у Амэ, скоро будет Скади у него, там Беттик купил себе просто сразу же Мистик Став, при том, что, ну, вот он хочет сделать себе Юл Грейджин и Винвейкер, но Юла у него нет, просто начал собирать Сместик Става. Возможно, он на перспективу передумает и купит сразу же Хекс, условно какой-то. Но Винвейкер здесь заходит хорошо, чтобы сейвить себя и тиммейтов в той же хроносфере, да где угодно. из-под фокуса на этот скади, на скади. Кнопки тоже откатили и можно опять драться. игроки шиппай улетают на базу. Кошан заспавнится совсем скоро. Вся игра от момента к моменту. Вот ты просто ждешь, дыхание задержал и ждешь. И когда же случится та самая драка? А мне знаешь, что кажется? Если вдруг драку сейчас выиграют шиппифай, то это вообще не гарантирует им какой-то победы, например. А если драку выиграют экстрим, то это будет очень близко к победе. Ну, в целом, да, но, конечно, все зависит от того, насколько в салатище выиграют ту или иную драку. Если без разменов, то там можно пойти и быстро сломать, будь шиппифаями под метой, нападать на снайпера. Снайпера очень быстро должны забрать сейчас. Под сейва ноль, снайпер без боя. Супер нового. Кстати, потрачено тоже. Бойт впрыгивает с хроносферой, но только по одному лишь на это сталкеру. На это сталкера сейчас убьют. Разменчик есть. Но потрачено две ультимативных и нет снайпера теперь. Ну, там арена осталась. Все еще. Даже две. Даже две. С той стороны прыгнуть сложно, так как нет лосо икс, эксэс. Развели его на БКБ. Т2, вышку заберут снизу. Шпифа Ребелион. Потерялись тут немного экстримы. Марс не знал нажимать, не нажимать арену. Нажал БКБ, отступил. Ну, хотя бы не умер, если что, рефрешер у него есть. Он за рефрешер себе БКБ подерется. Идут на Рошана. Игреки команды Шпифа бьют, его мета кончается. И прекрасно понимает, я думаю, экстримы, что нужно идти драться за этого Рошана. Даже, может быть, без двух ультимативных. Из-за того, что нет метаморфозы, шансы будут драку выиграть. Выходит Шпифай. Так, нападение на Марса. Марса порвали просто в клочья. Дальше Дивайя нужно убить как можно быстрее у Дивайя. Нет, суперновые. Войд. Войд против всех, без хроносферы. Он не такой опасный без нее. Погоня за Аксин-Кью. Бесполезно бегать на Террор Блейде за ВР-кой. Просто через Виндран никак не пробиваешь. Нужно, чтобы кто-то другой ее зацепил и поддержал. Ситуация 5 в 3. Можно забрать Рошана. Он достанется. Шпифай сейчас. Да, это будет уже третий Рошан с Аегисом, Баннером и Рефреш-Адшардом. Шпифай действительно полностью камбэк эту игру. И уже видно, что они могут победить. Но это все буквально там до одной драки, где хорошо нажимают кнопки экстримы и снова экстримы будут на коне. В общем, интриг сохраняется до самого конца. Ни одна страна еще не забрана. Не забрана, извиняюсь. Смотрим дальше. Мне не покидает ощущение, что для экстрима еще вообще ничего страшного не произошло. Как будто они просто один раз должны нажать нормально кнопки. Так. Пока кнопки хорошо нажимают Соберлайт вместе с Артизи нападают на ВРК. ВРК погибает. Мегакилл уже от Артура. Хочет себе Войт прикупить бабочку. Талант на уклонение есть. Еще дополнительные вороты хочет с бабочки. Элдер Тайтон уже начинает собирать Аганим после Ботсов Бэринг. Там что-то под хайграундом происходит. На самом-то деле Найт Сталкер видит. У него все работает ночь. Снайпер отстреливается. Лассо. Нажали арена. Контриницирующая от XXS. Держит пока двух героев. Но там БКБшки работают. Ничего страшного. В принципе Шикфай просто выйдут. Хрону не смог поставить Амы. Забрали Феникса. Он до остальных не дотягивался. Там был всего лишь Бетрайдер Амми. Прыгает. Разворачивается. Нужно собраться в пятером экстримом. Вот их постоянно пикофают. Где-то то одного, то второго, то третьего. Им нужно собраться в пятером и напасть первыми. Просто уже в Аегис-то не хочешь идти, да? Из-за этого сплитятся. Дожидают момент. Хроносфера должна ставиться на того, кто без Аегиса. Инспертизи можно попробовать забрать. Найт Сталкера посложнее. Ну-ка. 1.45 уже на Шипфай. 2.55 на экстрим. Как все резко поменялось. Ну, действительно, 10к, Егис это много. Хотя вот только что была игра буквально несколько десятков минут назад, где ВП играя также с Войдом сумели отыграться с минус 10 тысяч. Я думаю, каждый видел сотню карт, где Войд такой отыгрывал. На то Войд один из сильнейших героев в Лейтгейме, поэтому пока что ничего еще не решено. Нужно ждать дропа Эгиса. Здесь, пожалуй, Найт Сталкер действительно начал приносить пользу. Герой, которого нельзя игнорировать, он тоже становится хорошим керрием. Дополнительный керри для команды. У него прекрасные таланты. На слотах он раскрывается. Бабетик еще отметил как очень полезного, и не зря его в первой стадии взяли, герой популярный и исполняет очень классно. Четвертая позиция Шипфайр Беллион на этом персонаже. Собирает, снес вышку снизу. Внешних товаров у Экстрим не осталось. Бэт вообще, мне кажется, переоткрылся на четвертой позиции, вообще как саппорт, на четверке, которая может покупать артефакт, которая стакает, и дальше импакты чуть не меньше, чем от тройки, но при этом ты не занимаешь целых слот кора. Уэксэма 21-й левел обэтика 23-й. Ай-яй-яй. И Уксэксэса тоже 21-й. Байбаки есть только у Войда и у ВР-ки из команды Экстрим Гейминг. Ну, Аегис там уже рано или поздно дропнется. Скоро это произойдет. Не хотят с Аегисом. Ничего пробовать, боятся. Понимают, что на хэгграунд заходить против этих комбинаций сложно. Артизи не с командой, и поэтому его команда отступает. 50 секунд дропа Аегиса уходит под свой вард шпифа Ребелион. На пачке в миде возможно кого-то будут пытаться цеплять. Ну, а Экстримы забрали себе назад двойку. Просканили Рэдент. Позицию на двойке знаю, что там находится Экстрим. Нажимаются смоки. Так, ну вот она драка возможно за всю игру Войт Сайленс получил. Вытащили Марса. Марс на хайграунде посидит какое-то время. Соберлайт, хроносфера ставится в одного кунку. Кстати, не самое лучшее, но надо успеть убить этого кунку. Кунка еле живой кунка погибает. Байбэк есть. Остальные просто бегут. Нет, не хотят больше драться. Смотри, как много урона получил Ами. Неужели будут разворачиваться? Неужели они будут разворачиваться? Да, в XM а вот так. Минус снайпер моментально. Хроносферы нет. Это весомый аргумент, чтобы выиграть драку. Возможно игру выиграть. Погоня за Ами. Night Stalker таких не отпускает. Сайленс Ами. Ами может погибнуть прямо сейчас. Артур присоединяется. Годлайк трипл килл от Артура. Баш с первой тычки сразу же по Ами. Ну это минус два бая у Шопифай, но наверное придется байбэк и экстримом конечно же. Да, они будут без хрона, они будут без суперновы. Ну а там без меты Артизи. Он даже БКП не нажимал. Байбэк одевая. Байбэк от снайпера. Надо оставаться. Прыгивает XXS. Подождите, тут сразу же ставится Аррина. Саберлайт обьют, уходит отсюда в Артизи. Полетел корабль. Пробивает Саберлайта очень сильно, очень больно. Минус Найт Сталкер, но байбэк у него если что есть. Прыгает дальше Амы. До хрона еще супердолго. Больше никого здесь не зацепят. Ценой трех байбэков. Ну Войда тоже развели. На байбэк, да. Это самое главное. Мне кажется, на это и был расчет у Shopify вообще проверить есть ли там байбэк у Войда. Они в этом убедились и спокойненько после этого отошли. Да, с одной потерей, но Саберлайт просто не будет выкупаться, потому что Рошан в любом случае не появится и пока нет никакого повода нажимать байбэк. Так что это момент разыгранный. Плюс для Shopify. Преимущество они нарастили, на байбэке развели. К следующему Рошану будут готовы. Чуть ли не до одной ошибки Экстрим Гейминг идет сейчас игра. Если погибают без баев их сносят, но при этом они идут пробовать даже без байбэков по миду и будут ломать здесь Т2 Тавер. Очень опасно с одной стороны, но они знают, что нет пока что метаморфозы у Тирблейда и можно попробовать. Хрон откатывается через 5 секунд. Если подцепить тоже без байбэчного кунку с бетиком, то это также хороший будет момент уже и для Экстрим. XXS в щите. Его волной подвезли немножечко. Синейт полетел. XXS танчит. Просто Тавер его захиливает Диуай своим санреем. Впрыгивает Аме. Подчекал. Никого не нашел. Отступил. Наверное, было желание развести на байбэк. Либо найти пиков, но очень дисциплинированно стали шпифаи. Дальше это 4 Тавров. Никто не подставился. Сейчас выигранная карта отправляет команду по второй групповой этап. А проигранная заставит понервничать. Почти максимальный таймер на Next Roshan удается. Остается 2 минуты 40 секунд до него. В смаках шпифай очень важно. Но тоже никого не обнаруживает. Много пингов. Видит героев на карте. Понимают экстримы, что уже потенциально Рошан-то мог встать секунду на секунду. Они-то не знают, какой там таймер дополнительный был выдан. Ну и с учетом того, что нет байбэков, им нельзя, наверное, идти на Рошана. Хотя как хочется, как же хочется найти киллы, поставить кнопки там свои, брошь пить и все это раскастовать. У них такая сильная драка. Артизия не с командой, идет в портал. Прилетел. Рефрешер на войде. Будет 2 хроносферы, 2 БКБшки. Интересно, какую цель выберет Бэтрайдер себе. Вот тут уже сложно, да? Все еще снайпер или воид? И успеют ли воида убить, если схватят? Вот да. Непонятно. Кто будет ближе, кто подставится? Тут все будет зависеть от Вижны и так далее. Наверное, его устроит тот другой, если момент будет хороший для врыва. Иллюзия Тероблейда показывает героев. Ассенейтом отстреливает снайпер. Минуту до того, как Корошан встанет. Снайпер! Так, XM. Рискует XM. Шпфайп расканили. Собирлайт взлетел. Рядом XXS. Ему не нужен XXS, ему нужен кто-то интереснее. Телекор также. Рядышком, в БКБ. Хватает все-таки воида. Увозит подальше его от Супернова, но воид сейчас будет жить, будет ставить хрона. Если потребуется. И на БКБшку Снайпера. И на БКБшку Марса. Ну там, видимо, тоже, но там есть рефрешеры, да. Как зажаты сейчас на лоу-граунде игроки Экстрим. ТБ. А там Артур, а он один. И он тоже БКБ прожал, а здесь Найт Сталкера можно убивать. Он в БКБ сражается с воидом. Хроносфера ставится первая, Найт Сталкера точно убьют. Расстрелили из БКБ, он БКБ. Он БКБ. Он БКБ. Поставил такую себе арену. первую, да? Да. Просто зонищую, назовем ее так. Теперь он нажал рефрешер и куда-то прыгнул. Он прыгнул. Он прыгнул. Биулах летает. А мы с Хрона, если что, может подойти. Но пока что Кунку разбивает просто так. Кунку не добили. Ее Паша жмет все кнопки. Под БКБшкой отступает. Почему же Кунку так легко отпустили? Тут Эксэма пытается поймать. За Эксэмом Бэтрайдер бежит. За Эксэмом бежит Бэтрайдер и он цепляет его. Минус Эксэм. Байбэка нет. 120 секунд. Дальше Марс избивает Артизи. Работает Айн Диск. Дюайя также параллельно перехватывает. Переключается на него. Дальше можно убить Эксэмсэса. Там Нейсталкер погиб после Бая. Но это не так важно, потому что ситуация 3 в 4. И нужно просто за счет большинства здесь выигрывать драку Шипипай. Еле живой Марс. Минус Марс. Есть Байбэк. У Артизи мало ресурсов остается. Артизи убили. Байбэк есть. Есть Байбэк. Появится Рошан. Артур выкупается. Он знает, что Аегис достанется ему, если они сейчас выиграют драку. 4 тысячи золота заработали экстримы, но это им ничего не дает. Тут еще не факт, что корректный файтрекап все успел подсчитать, потому что драка была долгая. Экстримы отходят. Рошан уже будет на топе. Бабочку Водит себе покупает. До отката байбэков у команды экстрим 2 минуты. До основных таймеров, не считая Марса. Смаки покупает Бэтрайдер. У Аме Хрона через 30, Рефрешер через 70. Неужели будут пытаться втроем? Тинкью. Телекор готовится прыгать, цепляет ВР-ку, просто любую цель забрать. ТБ включает форму, начинает избивать Войда. Войд на корабле, Войд перепрыгнул всех, БКБ нажал, Хрона нет, ситуация 4 в 2. Бежать отсюда нужно Аме. Он уже ничего не сделает. Увели. Увели эксэксесса подальше. Он под БКБ-тапаутом, сбить нечем. Он тоже ушел. Ну и на Рошана теперь отправится Шпифа Ребелион. Из хорошего для Экстрим выжил Аме и ХХС. Из плохого сейчас опять будет Аегису Шпифа Ребелион, плюс Аганим, плюс Сыр. Не знаю, кому там еще Аганим можно дать. Ну, неплохо бы Этику так-то будет смотреться. Да, и Титану тоже. Сейчас. Я думаю, Террор Блейду нужно отдавать. А Егис никому другому, не Найт Сталкеру. Сильвер делал это Снайпер себе. Ну, у Амы есть кнопки. Теперь Табр Дефенс стоять на ХГ с этими кнопками и ждать Байбеки. В целом, Байбеки вот-вот откатятся, уже не успеют ничего сделать за время их отсутствия Шпифа Ребелион. 29-й левел Амы. Деньги с Терментора также залутали. Ну, там же никому ничего не нужно. Бетику достался и Аганим с Рошана. Он теперь может двух героев цеплять. Сыр для Сайберлайта. УТП, смотри, еще и Айон диск есть, то есть возможность его собрать где-нибудь там в Хроне или в другом контроле. Бегут Шпифай ближе к чужой базе. Очередная почти 60-минутная. Я думаю, это еще не конец с учетом байбеков, имеющихся в Экстрим. И зайти тяжеловато будет Шпифай Ребелион. Найт Сталкер нажал ночь. Просто секьюрит. Показывает героев. Зажались, зажались. Экстрим боятся выходить. Такое мы уже видели сегодня. Ночь потрачена. Возможно, это, кстати, станет поводом какой-нибудь смок прожать и сыграть неожиданно. А ты заметил, что Аегис у Бэтрайдера? Вот теперь да. Я, если честно, даже не думал, что такое может произойти. Думаю, просто Артур заберет, потому что бая нет. Тоже интересный момент. Хитрак показывается снизу. Толкают Ленеи. Не знаю, есть ощущение, что уже Shopify просто не будут нападать, продержат именно до 60-й, чтобы собрать все себе 5 жетонов 5-го тира артефактов. Усильцы за счет этого и думать дальше, как выигрывать в доту в данной ситуации. Я 3 дня подряд на 24-х картах вообще даже не вспоминал про терпеть шмотки. А тут вдруг внезапно уже второй раз за день за 3 карты. Сегодня мы, конечно, очень продолжить доту смотрим. Это нам подгон, потому что игр меньше, а доты хочется посмотреть много. Всего 2 серии сегодня по 102, поэтому мы смотрим их очень долгие такие карты. 20 секунд остается до появления артефактов. Abyssal Blade Might Stalker тоже делает себя ion-диск. Начинают ion-дисками обрастать Shephy Rebellion для защиты от хроносферы. Бетик тоже в планах. потихоньку появляется информация с параллельных матчей. И что там? Там, походу, мы можем прийти к тому, что этот матч вообще ничего не решает. Никакой результат в этом матче. Ты все же прям не хочешь, да, озвучивать полностью результаты? потому что прием год на Икарс. Не знаю, сколько там задержка у тех, кто смотрит на трансляции. Наверное, минут пять классическая, поэтому вдруг они там в прямом эфире две трансляции смотрят. У меня такое бывает иногда. Включаю на двух устройствах и звук тоже. Комментаторов всех слышу. Ловить информацию. Нормально. Шум в голове сразу. Ну. Ну, хоть не четыре. Давайте потерпеть артефактам посмотрим, что же там в итоге выбрали себе команды. Можем вот так вот взглянуть комплексно. Шляпа у Сиберлайта. Есть жетон у Тераблейда, там мы накуто пали. Найт Сталкер под БКБ и ночью ушел. Утимативную врубил. Еще одна шляпа для Тераблейда. Ну, а команда Экстрим пока не может выбить ни одного жетона. Оно и понятно, они очень зажаты на карте, тяжело куда-то выйти. Шпи-фа идут наверх. Они знают, что в топе могут подфармливать там ближайший кемп крипов, но все равно не рискуют нападать. Как же одновременно напряженно, но и где-то местами скучно уже, да, потому что это продолжается долго-долго и ничего не происходит. Мы просто шесть минут смотрим, да, за границами базы Экстрим, которые просто их не покидают. Они пытаются выбить, терпеть шмотки и что-то им уже досталось у снайпера Форсбутс. Что, у нас пауза такая в игре, поэтому давайте напомним вам про фрибет, который предоставляет Винлайн. Забирайте три тысячи все новые пользователи, промокод при регистрации нужно вести пара дота. В принципе, все. Дальше ребят будет начислен. БКБ уже появилась на АВР-ке. Как там все Микора пытаются, не пытаются он выйти. МКБ есть на Терраблейде. Форсбутсы достаются Марсу. Возможно, это первый артефакт для команды Экстрим. У снайпера тоже есть. А, у снайпера тоже есть Форсбутс. Окей, и рапира, смотри, в квикбайе лежит. Куда же без нее на 60 плюс минут игре. Брайнсринг у бета. 3500 хп. 30 тысяч преимущества они даже не пытаются как-то поймать через смоук, может быть. Ведь сейчас вышли с базы немного Экстрим. Можно и следующего Рошана дождаться. И следующего. И через одного. Да. Но есть выражение деньги не главное. И мне кажется, в этой карте это действительно так. Потому что 30 тысяч есть, а толку, когда тут уже решается все на байбеках, на каких-то там рефрешерах, кнопках, позиционке, вардах и прочим, прочим, Рошане. Есть 10 байбеков. Так, сталкер нажимает ночь БКБшечку, еще не нажимает, нажимает БКБ, Синкью тут рядом Амми, рефрешит себе что-то, нажимает хроносферу на как раз-таки Night Stalker. Night Stalker почти убили. Night Stalker забирают, но у него есть байбард, ставится команда Экстрим Гейминг, они идут дальше, арена ставится от XXS, рефрешер, второй копье, Артизи нормально поближе к своим тиммейтам прибил XXS, Надо что-то нажать после авиандиска. Может быть Сандр БКБ прожимает Артизи, отступает. Ему некуда пока Сандр вжимать. Найтсталкер уже вернулся. Он нападает сам на Войда. Избивает неплохо так Войда. Но нужен Артизи. Он самый главный дэмэдж-дилер. Тем временем Ксенки очень битый. Еле живет. Корабль накрывает Амин. Он успевает нажать БКБ. Вторая арена пошла. Нужно как-то разбираться сами. Копье шикарное по всем. И минус Найтсталкер после бая. И минус Артизи будет. Байбэк есть. Он может выкупиться. Он вернется, если потребуется. Бэтрайдеру тоже необходимо это делать. Пока без потери дерутся Экстрим. Они убивают четвертого героя. И все. Они вернулись. Они вернулись. Вот она сила Войда с Хроносферой. Вот она сила этой комбинации рефрешеров спустя час игры. Даже вне хайграунда они все равно проводят шикарную драку. 20 тысяч отыгрывают. Ну и тут уже полторы минуты до Некст Рошана. Бэтик тоже решает байбэк нажать. Ситуация шпифая критическая. У них нет трех байбэков. Все байбэки у Экстрим готовы. Остается Экстрим просто дождаться своих кнопок, рефрешеров, снайпер с рапирой, как мы видим. Ему бы еще агоним съесть. Ну и ставится пауза. Куда без нее на 66-й. Одна драка отделяет команду Экстрим, хорошая, от победы на первой карте. Это только первая карта. Там уже две серии закончились. Это только первая карта. Везде. Везде закончились матчи. И кто-то уже наверняка посмотрел результаты. Пауза это как раз то, что нам нужно по этой игре. Перевести дух? Нет. Это царказм. А мы идем вперед. Идет на хайграунд. Тут два барака. Есть еще байбэк один у Элдер Тайтона, у КМНД Шпфа и Ребеллион. Но пока что отсутствуют хроносферы. Вообще слоты отсутствуют. Там где-то убили ее пажа. Забавно получилось. У нее тоже есть бай. Придется, наверное, нажимать. Иначе просто сломают вам все бараки, все стороны. И будут мега-крепы. Даже без кнопок. Так все. Ситуация 5 в 4 в лучшем случае для Шпфа. И сейчас смерть Террор Блейда будет означать конец игры. Выкупается кунка. Амин продолжает ломать базу. Первая хрона откатится через 10 секунд. Да, насколько же сильные справа кнопки, что даже 30-тысячное отставание это вообще не приговор. Последняя сторона. Артизи в спине. Так, Барбарайз. Прыгает Артизи вместе с ним. Пытается снайпера быстро выключить. Иксэм еле живой. Отступает. Там Супернова ставится, которую никто даже бить не хочет. Это невозможно. Артизи сейчас умирает. Игра заканчивается. 1-0. Более экстрим. Будет счет спустя считанные секунды. Даже если появится Найт Сталпер. Ничего не светит. Но, тем не менее, не знаю. Но игра получилась интересная. Во-первых, интересная игра. Во-вторых, я не знаю, поступила там информация уже до игроков Shopify или нет. Давайте досмотрим, как здесь пытаются убить, кстати, Войда под фонтаном. Вот она, хроносфера. Найт Сталкер погибнет. И погибнет титан. Или не погибнет. Но неважно, Гудгейм пишут Shopify. В любом случае, я хочу сказать, что... Они могут расслабиться. Выдохнуть. Они прошли дальше. Даже поражение 0-2 им уже не помешает. У нас осталась всего одна карта в рамках группового этапа. Если не считать переигровки. Это вторая карта этого матча. А сейчас мы поздравляем обе команды с проходом дальше. Так как все остальные матчи завершились так, как этим командам нужно. Тундра не смогла одержать победу. А спирит сыграли в ничью. Этого было достаточно, чтобы не было никаких переигровок в группе B. Да. И в целом вот это поражение для Shopify. Оно никак на них не повлияет. Теперь уже можно зачелиться. Сыграть быстренько вторую карту. Посмотрим мы статистику. Быстренько. А может быть и не быстренько. Вдруг сейчас еще одну решат на час. И уже готовиться нужно будет. Ну сейчас, когда все узнали информацию. Все выдохнули. Что они точно прошли дальше. Мне кажется, следующее может наоборот быть. Очень быстрое. Ну типа, кто-то там повел. Я не знаю. Сыграли чем угодно. И все. Там же нет никакого посева. Без разницы, с какого места ты выходишь. Ты просто выходишь. Ну конечно. Это будет просто игра за респект. Да. Да. Просто немножечко раскликаться перед будущими играми. Поздравляем. Экстрим с победой в рамках этой карты. Ну и обе команды с проходом. Мы еще одну карту, естественно, посмотрим. Никуда она не денется. Хочется сказать, что все еще Экстрим могут занять просто престижное, наверное, первое место в группе. Если обыграют сейчас на второй карте соперника. Потому что Аврора имеет 9.5 стату. Сейчас 9.4 у Экстрим. Могут сделать 10.4. Но в любом случае мы увидели две достойные команды, да. И Shopify мне понравились эпизодами. Просто, ну, драф был такой, где спустя 65 минут выиграть практически невозможно. Там нужно идеально как-то абсолютно отыграть. Не получилось. Идеально отыграли Экстрим с минус 30. Камбэк 0 бывает. 1-0 ведут. В очередной раз мы увидели их снайпера. Я думаю, многие команды это будут иметь в виду. В следующем игровом этапе, да. Могут уже начинать его подбанивать. Смотри, одинаковые какие показатели. Количество киллов, урона, рошанов, гпм. Всего одинаково. Да в целом игра была очень равная, конечно. И одна драка решила все. В этот раз Экстрим оказались чуть сильнее. И вот если от Экстримов ты это, ну, всегда ждешь стабильно, потому что это грант и так далее, и так далее, то Shopify стоит отдельно еще хвалить, отдельно отмечать. И даже с учетом того, что эту карту они конкретно проиграли. В любом случае, они сейчас показывают, ну, один из лучших своих уровней доты за последнее время. Да, давайте немного отдохнем, вернемся к второй карте. Это будет последняя карта групповой стадии. А пока я хотел опять отправить всех на параллельные трансляции. Нет, судя по всему, на параллельные трансляции. Короче, просто ждите, скоро вернемся смотреть вторую. Результаты группы B уже известны. Все команды, которые пройдут во вторую групповую стадию, тоже. Ну и у нас остается последняя карта, официально запланированная в групповой стадии, после которой мы официально подведем итоги. Ничего не значащая карта, ничего не значащий уже матч, просто команда играет за престиж. Знаешь, что интересно, как вообще команды, которые уже знают, что карта ничего не значит, вообще относятся к подобным картам? Нужны ли они им? Так мы сейчас и увидим. Как они в этот момент вообще себя ведут? О чем они говорят в первую очередь? Потому что это довольно любопытно. Это любопытно, но внутреннюю кухню команд мы не знаем, и вряд ли узнаем в ближайшее время, если только там не выпустят какие-нибудь свои видосы, как это делают восточные европейские команды с влогами. Ну, что хочется сказать. Если вот сейчас увидим фантомку Атамы с брошкой, то значит экстримы хотят зачилиться и опять потестить эту сборку на фантомке. Но в зависимости от драфтов будет понятно, насколько вообще серьезно относятся к данной серии обе команды. Пока что ждем. Я надеюсь, что просто повеселятся. Просто вспомнят что-то старенькое, например, или наоборот. Короче, пять по миду, да? Пять героев по миду взяли и прошлись. Я не знаю, где найти мотивацию, чтобы играть. И при этом действительно стараться, чтобы стараться победить. Мне кажется, мотивации быть в такие моменты не может. Это, конечно, не жаль, что у нас... Не, ну а как же подумать о том, что это там КВ-шка какая-то, типа, да, такой... Ну, думать, ну, сейчас вот там тренировочка, давайте по трене, но все равно трайхардить будем и так далее. Тоже ж можно так к этому отнестись. Единственное, что карта очень долго длилась, и из-за этого уже может быть эмоциональное какое-то выгорание, да, у команд. Да, наверняка, да, особенно у проигравших. Давайте я напомню вам про то, что вы можете забрать... Вернее, не забрать, а поучаствовать в розыгрыше, если вы играете, соответственно, забрать призы. Нужно сделать три ставки на винлайне на этом турнире, зайти в телегу, естественно, подписаться, зайти в закрепленный комментарий и там вписать свой винлайн-айд. И все, и потом ждать результатов, может быть, вам повезет. А у нас тем временем сейчас начнутся драфты второй карты. Вот сейчас давайте без всяких банов Тимбера, ага. Бан Тимбера присутствует, бан Чена тоже. Вот могли хотя бы под ласт карту Чена выпустить, погулять для кого-нибудь. Драгонайт отпустили. Ну да, или не банили бы вообще всех, да? Хочется посмотреть на карту, когда все вот эти суперметовые сильные герои будут доступны. Знаешь, просто баны слева-направо берешь, так само первое герое, и банишь по порядку. Абаддон, да? Ммм. Первый. Ну а потом уже вряд ли, потому что универсал. У нас пока снова ДК, шапифай, таки, нет, мы проиграли, мы хотим. ДК побеждает вдох, то надо брать ДК. Мирану предвижу для шапифаев, если сейчас... Вот, чтобы закрыть андаинга, если ее никак не забанят, но вряд ли ее уже будут банить. Поэтому можно будет добрать себе и под станды, как раз стрелу кидать, и чтобы закрыть андаинга там было, мать. Приятный герой. Вряд ли есть смысл брать Мирану экстримом, потому что андаинг Миран, ну так как-то вот смотрится не очень. Комбинат саппортов лично для меня. Да, наверное, Мирану не забанят. Не хочется на нее тратить обычно бан. Кстати, возможно, я уже надоелся своим паком, но вот на прошлой серии его так и не взяли, и не забанили. И в целом, я пока смотрел, но в перерыве прокликивал все драфты, знаешь, всех игр сегодняшних, вообще всех матчей. Сегодня день понижения винрейта пака. То есть его там взяли, ну, где-то в районе 7 раз условно, и только 2 игры он выиграл, и где-то штук 5 проиграл. Так что начался день с 75% винрейта на паке, а сейчас уже там 60% с чем-то. Динозавр, Праймалбис, сразу же, на второй пик для экстрим гейминг. Динозавр, динозавр, так, сразу же Бэтрайдер от Шпифай. Я понимаю, что пока Бэтик не в бане, наверное, мы не увидим Рубика на 4, но Шопики часто его брали, и на самом-то деле против Праймала Рубик очень силен, ворвать Пульвер Айс, давать с огромной его ренджи, контролить, вот этот БКБ контроль, очень сильная кнопка. Но пока доступен Бэтрайдер, пикаем Бэтрайдера. Пятерка может быть, Рубик? Мы же этого не можем исключать. Исключать не можем, но шансов, наверное, уже меньше. Ну, посмотрим, опять-таки, да. Пока еще шанс остается, ну, вот ЦМочка. Причем эта ЦМочка — это воровство. Экстрим... Ну, хотя ладно, нет, это я фигню сказал, потому что Undyning уже есть. Просто брали несколько раз. Вот, вот, да, я тоже хотел отметить, что Экстримы одни из немногих, кто играют с этой ЦМкой очень много, но ЦМка и Undyning тоже комбинация саппортов слабая, поэтому ладно. Не воровство, просто ЦМка. Так. Ну, второй саппорт должен сейчас появиться для Экстрим. Тетчис, Худвинг, что-нибудь такое. Какие еще варианты? Не, мы же играем... Это же Экстрим? Никс? Никс Ассасинг. Никс, да-да-да. Никс Ассасинг, Линкс, не знаю, Баунти Хантер, Рики, Манки Кинг, в конце концов. Рубик, в конце концов, тоже и для Экстрим нормальный. Нет, скучно. Это для XenQ. Ну... XenQ на ком хочешь сыграть? XenQ, хороший Рубик, но и Никс тоже. Тираблэйд Саппорт, четверка по заветам Ямича. Ну, тут был же уже один у IG. Проиграл? С Маликонами играли. Может, даже не один, не знаю. Видел только одного, по крайней мере. Ну, ТБ в ДК часто берется, нынче. Опа! Вот он, контент. Пошел контент. Это ТБ-4? Керри пудж? Либо мид пудж? Либо оффлейн пудж? Не, ну я все-таки додумаю, что... Либо ксинкью пудж. Куда-то пудж. Только не пятерка пудж. Ну вот, наконец-то, реально, хоть контента навалили. Потому что Shopify такое чувство, что собираются посерьезки играть. Так может, это пудж, не проигрывающий, с Момом Башером, и просто экстрим решили выкатить... Вот такого и надо. Выкатить стратегию на финал, показать. Такого и надо. Darkseer под Бэтрайдера. Очень больно будет Терраблейду на линии. А пуджу? На пуджу, может быть, и не так больно, если на четвертом или на третьем себе флэш-хип уже вкачает. Плюс одна причина поставить Терраблейду на четверку. Shopify как-то очень серьезно отнеслись. Но они хотят доказать что-то, может быть, фанатам, может быть, самим себе доказать о том, что могут они победить экстримов, должны они побеждать, и как-то выйти вот. Тогда же получится, что все три команды опять будут занимать первое место, да, в группе? Это без разницы. Да понятно. Я к тому, что, мне кажется, побеждать команду, которая не очень серьезно может отнестись к последней карте, ничего не значащей, как-то даже не очень. То есть проиграть команде, которая не на серьезке играет и все равно переигрывает, это лучше? Вот поэтому надо ответить и то, что играть несерьезно. И выиграть, да? Надо просто играть так же несерьезно. Ну да, тогда спроса не будет с вас. Проиграешь в такой команде, но при этом будешь потеть и стараться, то пусть перестанут вас как-то высоко рейтить. Это ведь тоже такая продолжительная очень стратегия на дальнейший турнир. Им еще играть много друг с другом. И теперь подготовиться к каждой команде гораздо проще, потому что уже приличная выборка только на этом турнире. Один матч в день, у тебя нет вот этой мясорубки бесконечной. Ты играешь ровно один матч в день и ты к конкретному сопернику готовишься. Чем дальше к концу второй групповой стадии, тем больше выборка и тем больше информации ты можешь обработать перед таким матчем. И тут уже, конечно, аналитики, тренеры, в первую очередь, ну, выходят на первый план, потому что их работа вне карт непосредственно... Только больше значения. Да, конечно, конечно. Лондроид. Банили, кстати, мидеров команды Экстрим на последние свои два бана. Но это ЛД на керри или на мид или куда? Так. Да керри, наверное, для Артура. Мид ДК, ну или наоборот. ДК я артизи видел, на Лондроиде нет, но понятное дело, что... Пятого милишника взять обязательно в Тарксира. Обязательно, это необходимость. Рикимару, да? Можно его, да. Можно Баунти Хантера. Можно Лайстилера с Радиком, который в Пуджа залезает, и они в Тарблэйде в Америку... Пойдет. Ну, кстати... Но это на победку. Нет, это не то, чтобы на победку. Это просто такой пик, который внезапно оказался хорошим против того, что есть снизу. Ему ведь никто вначале сильно не мешает. Так, все-таки Террор Блэйд, Керри, Ксин Кью. Но я говорил, что Ксин Кью точно хотя бы контент достроит. Хотя бы он. Вот Пудж-4. Пудж-4 сейчас не очень высоко котируется. Помнишь, да, в свое время сейв на нем играл постоянно? Было, было. И хорошо очень играл. Мне вот интересно, что здесь выберут. По драфту или в целом? То, что по драфту снизу круче, кажется, это факт. Это хотя бы метово надежно, но топить будут за верхнюю. Тут очень много дает эта самая победа в серии уже на первой карте. Она очень много процентов накидывает, как я заметил, по Paragon Prediction. Сколько смотрит. Наших партнеров Винлайн. 1.62 на Extreme Gaming и 2.22 на Shopify Rebellion. Ты за кого? Ты за Пуджа? Да. Я тоже за Пуджа. Чат, ты за Пуджа? Не знаю, Ксин Кью настолько творческий и крутой игрок. Просто нравится смотреть то, что он делает. Он как ребенок, знаешь, иногда кажется. Что вот ведет, развлекается и при этом результат дает. Вот, наверное, из-за этого он вызывает симпатию. Ксин Кью побегает сейчас на Пудже. Линию будет стоять с XXS. У нас реально 4 милишника и в центре Хускар. Хускар против ДК. Кстати, как этот матчап? Стоит Хускар? Хускар-то, конечно, стоит. Почему? Как его не стоит? Не, не так. Стоит ли Хускар так же... Жестко, как там против Эмбера? Ну, Эмбера, Ланай какой-нибудь. Понял. Ну, тут, наверное, уже попроще... Ну, точнее, как... Да Драгон Найту попроще, чем Эмбер, очевидно, из-за его регена. Но все равно это милишник в Хускара, так что Хускар будет доминировать. Просто ДК, возможно, свое там какое-то тоже урвет. Мне больше интересно, как смогут ли задоминировать XXS и XNQ, потому что там какой-нибудь Хук под второй Трэмпл, знаешь, и побежали, раздавили Артизи раз, Артизи два убили, например. Вот такое может происходить тоже. Пока под смоками были Шпфайр, Биллион и Экстрим. Остается только сказать, наслаждайтесь игрой. Остальное за винлайн, и мы смотрим, надеемся на First Blood под Хук, какой-нибудь контент уже с нулевой на рунах. XNQ занимает позицию, в которой можно запереть противника и не дать ему выйти никуда. Просто моделькой заблочить его. Обратим внимание на веб-камеры игроков, насколько сразу вот XNQ улыбается, да, веселится. Да, 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 одевай такой же, то есть вот, вот так, экстримы умеют отдыхать. Тут нашли АМЭ. Но он тоже не особо грустит, стрейфы бы отдает все равно, улыбается. Да, получает удовольствие, это видно. Конечно, такой путь пройден, согласись. Три дня интенсивная дота. И сейчас немножко можно расслабиться. Завтра же... Завтра еще будет день до расслабления. Переиздомок. И смотреть, следить за противниками, которые будут в переигровках. Потенциально с двумя командами, которые будут потом играться, с экстримами играть. Уже в следующем групповом этапе. 1 марта в 13.00 вроде как стартует первый матч второй групповой стадии. Там будет формат такой очень приятный для просмотра. Четыре серии в день, но все по очереди, никаких параллельных матчей. Можно будет прям все-все-все посмотреть. Все будет на первом канале. Не забывайте подписываться. Йопаш левел 2. 5 на 0 пока у Драгонайта никаких проблем не испытывает. Но с получением левела у Хуско копья уже появится. И будут дамажить эти копья серьезненько. И возможно Драгонайт все-таки прохарасит. Собирлайт выпалил пачку себе между Т1 и Т2. Правда подвышку завел, из-за чего все равно спушится линия. Показывайте нам пуджа. Да, спасибо большое. Смотрим за эксенкил. Хук уже был потрачен. Смотри, медведя вытащил. Сумончика. Левел 2. Окей. Ну тут корни. Надо ботинок бы еще пуджу прикупить. Из-за того, что вот разделили вот так двух героев. Это с одной стороны хорошо для пуджа и экс-эксеса. Что они в 2 миличника не стоят против цемки и ландроида. Но с другой стороны, как только появятся левелы у экс-эксеса, надо уже будет под пуджа вместе опять-таки играть. Левел 3-4 и можно убивать любого героя там. Становится линия очень сильная. ДК хорошо пока стоит против Хускара. 13 на 4 крейпстат. Снизу. Снизу сейчас Терраблейд не боится. Кинг-ю. Петю не отбивает Кинг-ю медведю. Икс-эксес продолжает фармить. 6 на 3 у него. Есть 1000 золота Лидан за Шпфаер Биллион. Благодаря как раз таки Ферсбладу и более хорошему началу на линии. Более хорошему крейпстату. Единственное, что страдает у них сильно Дарксир. 5-0 у него. Где-то там потерялся среди крейпстата саппортов. Даже сразу не обратишь внимание, что это Сиберлайт там находится наравне с ними. Так, Икс-эксес. Не получится здесь много урона. Покойно отойдет. Син-кью. Син-кью на самом деле довольно мягкий поначалу. И вот ему подставляться тоже нежелательно. Снизу кейл-девайд. Да. 1-1 размочили счет Экстрим Гейминг. Там отступает еще куда-то Сиберлайт. Получает еще один Дикий Диуая. Телепортацию проюзал. А на топе подвышки своей Икс-эксес продолжает качаться и собирать левел. Тут уж Икс-эксес может хукнуть. Где-то неожиданно подтянуть своим крюком подвышку как раз таки противника. Видим, что начинает врываться Икс-эм вперед на медиа с получением левела. Но проблема у него по ХП. Надо осторожно, амансить. Есть ферри файер. Если что, закидывает ее пажа. фэрик но фэрик фэрик вода а почему не пошел еще один удар наносить по максам и хватало там я удивляюсь выдержки и пажа который не нажимает фэрик хотя там было 400 как и граната в моменте но он все понимал и чувствовал что он здесь не погибнет вот райдера соберла и там же тоже ли не очень сильная с точки зрения урона навешиваешь второй щит фрифлаем летишь xmq телепорта проездил на не из может быть какой-то момент но удивая мало там аны так девай девай нужно сжигать здесь щитом и фаерфлаем вообще то что ли не было дома не хватает девайки по двоим дал пожил дождался xinq сейчас xinq еще и ищет момент чтобы хукнуть но он делает на варде поэтому такое не работает тем не менее попытка не пытка хитрак тоже сюда перетянулся xm уже высушивает постепенно line на миде 500 золота лидирует относительно драгонайта дк перестает подходить к рипам а там спину выходят на миде 2 саппорта на экстрим сейчас нападут нападают на эксема и погибает xm хорошая перетяжка от саппорт очень вовремя помогли ее пажу сделать скилл и остановить хускара девай девай здесь тем временем получит экспы немного нет где худш вижу пуджа где пудж мысли любого игрока против пуджа да в паблике где пудж так а здесь сами включил мету побил немного собирает а здесь хинкью надо попасть граната попасть стала хорош кейл дамы под метод забирает правда теряет курьера мпт не доезжает ему это немножечко неприятно xm опять продолжает душить перемещается сюда снова 4 позиция команды шпифай поставлена там ба xm все равно сжигают убивают уже и форма ее пажа прокастована одевая тоже наверное добьют он максимум что может сделать это добить курьера плюс 2 кило для пажа плюс еще и там ба очень много золота здесь отдают экстримы своим оппонентам нормально синкью на характере четверка приходит дыка почти убивает умрет сейчас правда но была душка так рубрика раскопали от наших информационных партнеров дота двору показатель когда у ее пажа в первой стадии крупного этапа dream лиги сезон 22 наивысший среди всех участников турнира среднем за карту значение убить смертей помощи мидера шпай ребели он достигает отметки в 16 вот так вот ее паж супер мега хороша в это время девая загрызли под тавером 16 это космическая цифра если честно это очень много что выборка что почти в 16 карт на то они делили первую строчку группы до этого момента и могут продолжать делить если сейчас выиграют да это ведь с учетом того что он и проигрывал тоже уже не все карты забрал да да аркейн рунала и что же мало умирает ну то есть кило и ассист это по определению игроки центральной линии зарабатывают но и мидеры убивают умирают почаще чем керри на все зависимости от того насколько делится это все делится на количество смертей нападают надевая есть бочка от бэтрайдера и опа штыкает дива и удивая сейчас будет еще дикей тамба тамбу можно поставить дикий тоже про юзал гранату выкинул но все-таки тамба не самое лучшее накормил просто тембой и сам же опять погиб и сам не паж за ним бежит быстро летает dk где путь когда импакт от пуджа добыл уже не был один там килл снизу а дальше надо как ты можешь попробовать то что подмена постоянно стоит девай а пуджа нет будет армлетах у скара будет что левел у пуджа не можно начинать опять играть ждет не знает тянуть не тянуть дико тут зомби всего лишь просто не тот герой который поможет забрать дико дыш под вышкой скар покупает себе арблеят и просто фармит энджетов xm эх блин куды канаде хук-хук не не очень точный лаки скоро вышку откроет драгонайт на центральном коридоре xm сюда вообще не подходит продолжает фармить снизу а мы начинают с небольшие проблемы была поставлена стенка соберлайтом вам и есть лотус и ультимативная он может в принципе с хп дерется соберлайтом соберлай должен что-то понимать что это не просто так происходит приходит сюда xxs еще соберлайту прежде приходится отступать самому ну и xxs его раздавил неужели соберлайт по моему не понял что скоро будет сандр хуку на цемку китрак подвышкой китрак гниет правда и его это же погибает xxs а поэтому 6 съедает битрайдера как же он хорош этот пуджик 2 и этого час будут убивать и это рядышком я поштожить не происходит шопики сначала подумали что экстримы так руфлят не играют до расслабились и теперь их уже наказывают за наглость но ландроид фармит в это время 5000 творца у него есть доняют что значит оказывается под т2 до 11 минут ну вот они еду можно не боится и его на газовую минуту за наглость наказывает в этом же и суть еще рядышком быстрый даггер хочет купить сексин кью также блинк уходит праймал бист эксеса он появится довольно таки скоро а мужа уходит в леса отдает вышку свою понимает что за нее могут наказать тоже убить а мы ну а команда играет под xm а интересно когда снизу собирает пошел убивать террор блейда на седьмом уровне он спросил артизе типа ульт качают типа я вот сейчас нападаю я не качал меня убили вчетвером ну а погнали так ее паш превращается в дракона элдон драгон форма проюза на на даггере уходит как контрады к видал после стана хопа хук девай пошел и контрится еще еще раз хукнет нет нет в этот раз не получится уже тут уже слишком много героев прибежал собирает снова вернулся епаж спейс критинг вот одевая коры качаются на поле пуджа вот кого не хочется терять санджа уже появилась хускара в этот же момент и он начинает дальше собирать себе трон шраут небольшой такой микро баф хусика тем что сын джо под бафали в 735 теперь их узкара тоже поприятнее стало артизи по стандарту до собирается видимо на медведя молочек молочек и наверное молнии да молнии как-то была игра в северной америке шпифа играли отборочные очередной раз на дпс играли против совсем слабой команды которая со второго типа поднялась не помню того там они играли так что артизи единственно качался а эти вчетвером ну зная что они точно выиграют делали такую грязь конечно по карте артизи потом вышел победил но там разница по фрагам было что 40 или 50 минут за 30 то есть просто дрались до 4 на поле галере и уничтожали 10-15 счет был за 35 минут девай поставил томстоун на горку отсюда отступили ненадолго шпифа и ворвался dragon knight дал стану девая новый год от хитрак и даже лассоу на всех случаев девая пока ставали но xm тут хук актинкью контр инициация отличная от экстримов и вот два килла в размен надевая что много отдали все ванда инга ультимейтов чисто праймал auger акс патрум блинг даггер виздом руна для xxs берет себе скоро апнет 12 левел пуджик по отфармливает как же вот не знаю душу греет от лицо ксенки он улыбается он такой довольный радостный смотришь и настроение подымается xm продолжает на этой точке фармить до пол игры стоит как с линией ушел не двигается никуда на когда пока кнопки шпифаре берем на xm продолжает фармить особо экстримы не хотят что-то делать не хотят пушить вышки они просто же качаются и в целом все устраивает будет блинк можно будет нажимать смог и вот уже как раз таки этот смог нажимается с эксцессом готовы играть если получится реализовать этот смог то там недолго и до даггера на пудже будет вы этика заметили и ландроид здесь рядом 12 левел артезе врывается xs с даггером вбивает в землю при помощи пульвера из этого бедрайдера бедрайдера добивают а тут неожиданно вами вышел приходится нажимать элден форму или как там она на медведя называется но тем не менее и просто не хватает для того чтобы выжить убивают артизи дальше драка продолжает стоит том стоун новый год кастуются а мы разменяли так-то размен на артизе неплохой два кора и драк продолжается там будут сейчас сломают как и дивая дивая только нужно подогнать девайди кейн развороте ее page собирать им добивают девая где-то переагрессировали немного экстримы хотя казалось что все было неплохо поначалу таких драках нужен праймал без всегда это правда true форма вот вспомнил я думаю чат меня уже поправил 10 раз true форма на как раз таки медведи в позиции героя сейчас будут появляться он пукает вообще другого и возможно подставляет себя он не ждал что здесь будет кристалмейден ук новый через пять секунд xxs может разгоняться трака да вот так и вот тоже останавливают синге пошел вперед чтобы хуком достать именно цемку получилось кстати приплыли оба вся команда все еще осталось вся команда неожиданно для команды экстрим наверное и снова дивая добьет поплыли немного экстримы дали несколько кирлов 6 калида тем временем зашивали беле он уже еще 10 16 на 17 минуте целом мы понимаем что экстрим не париться по этому поводу просто продолжает играть в доту и получать удовольствие но шапи фай наверное радуется тому что пока что побеждает коэффициенты после того что произошло сверху следующий 320 на экстрим 135 на шапи фай понятно у них преимущество у них супер метовый дк не контр-пики террор-блейды есть у них нет пуджа даже если xxnq проиграет эту игру лучше не проигрывать дота проигрывает команда поджи очевидно террор-шраут появился у куска можно попробовать сделать какой-то мув забрать какой-нибудь кел на быть или на ее пыжа но я пожать тяжело будет забрать вот прыгнули в цемку цемку бьют фук имеется и китрака убили далеко зашел временем все остальные игроки шпифай больших частям снизу было а нет это гортись бегать своими дверями хотя это сейчас по натворцы реально чуть ли не большая часть пришел наверх то прошу она не собирается побить нет я думаю когда в карп пойдет на рошана с одной стороны пора бы с другой стороны наверное ну ты за радиант и думаешь разобрать рошан на 20 снизу хотя по проценту по сути можно было пойти поставить там тамбу на рошана в топе и забрать xm у этого рошана проблема в том что товар до сих пор стоит уж паре берем в топе объектива никакие не были забраны экстреме манта стайл на терраблейде делается дальше с кадей не смеку анда инга и вот он бэтрайдер с даггером приобретенным тоже хочет кого-то ворваться на лассо зацепить но никого не видят шпифа рибели он синьки он будут ждать кого-то здесь дам возвращаются вообще в смоках целая команда нет уже отбежать думать о том как бежать продаме не удастся ук пытается улететь паса он не успел уже по моему там был таймкаст прямо заряжалась обилка но все-таки не успел нажать бэтрайдер а мы забрали и хорошо для команды шпифа рибели он тут уже мионер делается скоро будет хайпер стоун на лон дроиде такая размеренная дота экстримы заходят на свой термин тара бьет его кому-то останется шарт и у андаме и у пуджа шарды хорошие сенки и получает этот шарт морд сэвид теперь при помощи даггера снизу нашли девая бьют девая и убивают амплифай дэмэдж на лондроиде ломают т2 вышку команда шпире били он снизу из хорошего для экстримов у них появилась бы кб на прайм или пока маловато хорошего ну и на творце-то особо не растут у и какой врыв на прайм ала у него есть пока башка на нажать еще нужно будет после лассо xxs под бкб держат пульвера изом ее пажа а смысл григорикает но не уж все в кд было так потянул время на всякий случай мало ли может тиммейты придут помогут как-то пока они готовы хотят по кадра там фабия не готовы до экшен остановился нас все еще больше фрагов минута но после провала сверху экстрим больше как-то не решились сражаться шапифай найти никого не могут вот сейчас встречаю дк оба прыгают а здесь хук хороший драгонайда я пошла обстанивается получает у тиммейт от эксэма xm больше не бьет а теперь эксэма будет бить мишка можно попробовать эксэма забрать даже нет нет хук не достает просто чисто я не паш ворвался за игра есть стенка все будет по очереди разбирать продолжает сражаться xm он конечно держит удар но настолько передумал врываться xxs минус 3 еще и достанут правило тоже за лассо цепляют его xxs у никак отсюда не отступить минус 4 будет шпай реберен и даже на хай граунта можно подняться знаешь поиграют еще чуть x3 бы такими темпами если ничего не получится не таки могут но и гг написать то и пойдем отдыхать чуть и 0 имеют полное право они здесь вообще не обязаны как-то серьезно выкладываться пикать каких-то своих ключевых героев там победу зарабатывают три вышка падает постепенно мишка и и сгрызает на минусы 3 табор отри прошелся глиф надо отступить к тенке пытался мы кого-то на развороте еще хукнуть оставить не получилось этого сделать 11 калина 24 за командой шпари биллион можно забрать рошана да и пойти уже постепенно заканчивать может быть эту игру с ландроидом не формы дракона мы еще одно сражение увидим с участием террор-блейда не траки его не было вот если с ним не получится туда наверное будут потихоньку соглашаться и согласись в этот раз у экстрим вообще не тот драфт как на первой карте с которым то можно большого отставания вернуться в игру нет правда сушкаром ты хочешь играть с позиции силы с поджем ты типа теоретически можешь дефать там хай граунд хука и все это дело но в любом случае primal primal тяжело камбэкать хускару тяжело камбэкать поймали вскоре как раз все на плечах только 1 терраблейда xm банку получил его кайтят подходит сюда и и паш xm silence получил там что арчит на битрайдере ну в общем-то новый год приходит артезе xm забирают арчит андрагон найти они на битрайдере рошан недалеко игра он тоже недалеко выбирают хай граунд да и рошан наверх переместиться это бежать парный портал за ним у как пуджа не попадает прыжок пуджа он должен ломать позиционку на ломают ему минус пудж которого есть байбэк xxs пока бы нажимает разворачивается поднимается мона забирает готов стягивать стену лами это самое главное здесь флай погибнет флай говорю господи давай у стенка стоит медведь грызет барак тем временем медведи тоже пробивают сильно может быть придется сейчас его перепризывать до медведя добили плюс три сотки золота при этом потеряли большой барак врывается йопаш на икс эма икс эма спрятал в себя съел пудж но пуджа съедает после байбэка вот это очень плохо икс эм выбирается из пуджа атаксин q целых 60 секунд ворвался сразу же сюда праймал стяжка щенули как круто можно всех их разорвать здесь тб тб или живое нужно добить хотя бы darksera хотя бы darksera добить 7 минус ами минус против товарищ на его и минус бега выходим да да и есть конечно конечно кто бы сомневался что они затягивать не будут может быть в другой игре в серьезной значи что-то они бы доиграли а тут все понятно другая грязь зная граф был другой ну да последняя официальная карта закончилась остались в групповой стадии только переигровки в группе а группе b мы знаем итоги аврорам шпфа ребели он team spirit и экстрим пошли во вторую групповую стадию в группе а пока только две команды известны кто тебя расстроил по ходу турнира кроме ликвид есть такие или все остальное плюс минус ожидаемо кроме ликвид но от тундры ожидалось чуть больше знаешь все же они были близки к тому чтобы там замена произошла там замена там у них свои прикольчики назовем это так свои ситуации но тем не менее префаером до начала турнира ожидалось большего от них и virtus pro наверное тоже хотелось бы лично мне как фанату восточной европы чтобы зашли хотя бы в next stage в следующую групповую стадию но так получилось что им так же как и тундре по сути не хватило совсем капельки они играют переигровку а но это я заспойлерил не надо нам таких спойлеров они играют и мне кажется рабочая схема забрать у кого-нибудь там карту чтобы не проиграть там же наверняка best of fun будут играть круговую да нужно просто каждом круге выигрывать хотя бы одну будет достаточно кто-то проиграет две пусть это будет не в п меня наверное чуть расстроили азурей вот от них я ждал выступления получена группа а мощный получилось там по-настоящему слабой была только одна команда и g все остальные плюс минус ровненько закончили героек тоже мне кажется неплохо выступили достойно вполне тундра с заменой наверное команда которая выигрывает только одну серию не должна проходить дальше так получилось все кто выиграли хотя бы две они прошли все кто меньше группе бы не прошли а статистика этой мемной карты тут как бы ничего такого значащего не произошло тут просто повеселились одни вторые на всякий случай взяли победу ничего зафиксировали как будто бы шпи файны играли хотя бы на один балл в этой серии за перформанс на первой карте они играли большую часть ее хорошо они очень старались и там действительно была равная карта ну что ж групповая стадия почти завершилась чуть-чуть осталось завтра переигровки в группе а кто знает может быть они затянутся это ведь переигровки наши любимые на три команды которые могут длиться один круг два круга три круга я сам комментировал как-то три круга причем это было в северной америке это было за одну ночь все подряд девять карт поехали там чуть не вышли на 12 повезло в конце но было близко вот это по моему причем на вылет во второй дивизион было прикинь вот что такое и завтра вполне может быть целый день это займет кто знает а сегодня всех поздравили всех кто прошел спасибо всем что смотрели все четыре дня на четырех параллельных трансляциях дальше формат просмотра будет проще уже только на одном канале по очереди вторая групповая стадия каждый день целую неделю после завтра все это стартует всех будет возможность я думаю выбрать себе матчи которые наиболее интересны у нас от региона там может оказаться даже три команды в восьмерке по моему это прекрасный результат надеемся что так и будет надеюсь что мой спойлер не сбудется и буду завтра в качестве зрителя держать кулачки за в.п. ну собственно добавить особо нечего спасибо тебе за сокаст и продакшен за то что сегодня такой вот день хороший удался нам было много интересных карт долгих карт будем завтра наблюдать за переигровками потом смотреть уже следующий групп стейдж да всем еще раз спасибо мы будем с вами прощаться прощаться для вас работали сегодня дирекс рубикович и марталис услышимся когда услышимся всем пока